Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Вьетнам и другие страны примут участие в зрелищной битве драконов в Барнауле. Состоится она в предстоящие выходные на Гребном канале и обещает нешуточный накал страстей. Об участниках и программе масштабного международного праздника нам расскажет сегодня заместитель председателя федерации гребли на байдарках и кану Алтайского края Юрий Самсоненко. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, перечисляю страны, мне кажется, практически вся Юго-Восточная Азия к нам соберется. Это так, да? Да, действительно, в основном страны Юго-Восточной Азии. Будет команда из Индии, будет команда из Узбекистана. Поэтому, ну, естественно, команды из регионов России и, естественно, команды из Алтайского края. То есть, такой хороший спортивный форум планируется. Количество команд мы сейчас подбиваем, заявочная кампания закончилась. Но я думаю, что будет команд больше 40, это точно. То есть, будет очень серьезная борьба, интересная борьба. 40 команд в общей сложности. А сколько иностранных? 9 стран. Я уже, как сказал, в основном Юго-Восточной Азии. Вы их назвали частично. Дополнительно, значит, вот Узбекистан, Индия, Вьетнам будет. Вот единственная команда Вьетнама к нам приедет, миксовая команда. То есть, это мужчина и женщина будут гоняться. Все остальные иностранные команды будут гоняться только мужчинами. Российские команды приедут из регионов. Это у нас с Воронежа, с Белгорода команды приедут. С Владивостока, с Пермского края, с Москвы. Эти команды будут гоняться как в мужском классе, женском и в миксах. Ну, естественно, будут наши алтайские команды, тоже самые женщины, мужчины и миксы. Ну, про российские команды понятно. А вот что касается зарубежных, легко ли их было собрать в принципе? И охотно ли они откликались на участие в наших соревнованиях? Ну, с учетом того, что очень плотный график у спортсменов, это и международные соревнования, и региональные соревнования, тем не менее, они очень активно откликнулись на приглашение нашего руководителя, на приглашение, значит, губернатора Алтайского края, президента федерации Алтайского края. В принципе, все откликнулись очень оперативно и очень с хорошим настроем. Поэтому я думаю, что в этом больших проблем не было. Ну, конечно, несколько стран отказались по различным причинам, но на наш взгляд это все более, так скажем, проблемы вот именно с календарем соревнований, потому что очень много мероприятий, как я уже говорил, как международного, так и регионального уровня. Кто-то из зарубежных спортсменов уже прибыл в Барнаул? Нет, первые команды у нас прибывают 26-го, остальные команды, три команды, три страны у нас прибывают 26-го июня, остальные команды 28-го. Поэтому вот в эти дни мы будем их принимать и чествовать. Название фестиваля – фестиваль драконов. Это как-то связано с тем, что спортсмены, вот зарубежные, в основном азиаты? Ну, знаете, как бы в какой-то степени связано, конечно, потому что вот сама дисциплина гонки на драконах, она, естественно, появилась там на юго-востоке Азии, Китай, Индонезии 2000 лет назад. У нас эта дисциплина развивается буквально лет 30 назад в Алтайском крае еще меньше. Поэтому, как бы, да, наверное, с этим связано. Но вид очень интересный, дисциплина очень интересная. Во-первых, это командный дух, это гребет команда. У нас в лодке Д-10, то есть в лодке 12 человек, 10 гребцов, рулевой и барабанщик. То есть, в принципе, это команда, футбольная практически команда, даже на одного человека больше, в футболе 11 на поле. Поэтому, да, интересная дисциплина, интересный вид спорта. И с удовольствием, как бы, у нас многие не гребцы ранее не занимались греблей, не байдаркой, не коной, они с удовольствием занимаются этой дисциплиной. И студенты, мы открыли ассоциацию студенческой лиги по лодке на лодках драконных сапбордах. Студенты с удовольствием занимаются. Предприятия, организации, учреждения приходят на тренировки и с удовольствием тренируются. Юрий Владимирович, вот вы сейчас заговорили про сами лодки, да, лодки дракона. Вот для этого соревнования, они будут какие-то особенные, ну, то есть будут они какие-то особенности, вот отличия содержать от прежних. И вообще, для Барнаула это в новинку или нет? У нас вроде бы регулярно проходит, но вот для международных соревнований, какие они? Ну, лодки, они в принципе такие же, закупили дополнительно, спасибо правительству Алтайского края. У нас будет на воде на этих соревнованиях 18 лодок, такого не было у нас никогда, да и по России такого, наверное, кроме Москвы, нигде больше нет. То есть, в принципе, у нас 18 лодок абсолютно новых, абсолютно современных, со всеми удобствами. Вот последние лодки пришли, мы их уже опробировали, очень хорошие, замечательные лодки, на воде очень хорошо показали, как скоростные качества, так и они полегче, чем ранее были, там у нас старые еще лодки были, ну, на которых, в принципе, уже и не гоняемся. Поэтому, да, лодки замечательные, современные, я думаю, что всем спортсменам, как и азиатам, так и нашим российским, они понравятся. Давайте поговорим немного о самих состязаниях, дистанциях, регламенте. У нас будет три дистанции, это 200, 500 и 2000 метров. Ну, мы традиционно уже гонялись и в прошлый год на Алтайской регате, 200, 500 метров, как бы для нас это привычно, но в этом году есть особенность 2000 метров. Мы ни разу не проводили такую дистанцию, естественно, здесь нужны качества спортсменов выносливость, которые сейчас ребята отрабатывают, поэтому два километра идти на драконе сложно, но, тем не менее, все тренируются. Поэтому 200, 500, 2000 метров. Первый день у нас 29-го будет с утра с 9.00 200 метров. Мы отгоняемся и мужчины, и женщины, и миксы. До обеда, я думаю, часов до 14.00 у нас должно закончиться. Ну, посмотрим сейчас по тем командам, которые у нас заявились. В связи с этим у нас и будет вот само расписание составлено, поскольку оно закончится. Потом после обеда у нас, естественно, там открытие будет торжественное. После обеда у нас предварительные заезды на 500 метров, и уже 30-го также в 9 часов начало соревнований полуфинальные заезды на 500 метров, и последняя дистанция будет 2000 метров. То есть, как бы, вот такая программа спортивная. Вот если предусмотрена такая протяженная дистанция, соответственно, наверное, и уровень участников тоже будет такой же, да? Ну, уровень-то ведь участников будет, естественно, высокий, но, тем не менее, будут выступать и те профессионалы, которые приедут у нас с Юго-Восточной Азии, а там приедут и победители азиатских игр, то есть серьезные ребята, они сейчас вот нам приветствия там скидывают, все молодые, красивые, подкачанные, такие мобильные, активные. Ну, естественно, наши ребята с регионов приедут, которые выступали уже и на азиатских играх, и в Китае выступали. Это вот Москва, Тверь, Воронеж, Владивосток, Пермь, Омск, Новосибирск, то есть ребята, в принципе, ну, все такие натренированные и готовы выступить. Ну, естественно, наши алтайские ребята, я думаю, что будет интересно. И самое главное, на мой взгляд, да, интересно соперничать с азиатами, да, но, с другой стороны, на мой взгляд, это же фестиваль, участие, это тоже будет здорово и классно. Хоть ребята и готовятся, ну, понятно, есть профессиональные спортсмены, есть любители, но здесь уровень, конечно, будет, наверное, немножко отличаться. Но, тем не менее, есть к чему стремиться. И когда сказали вот ребятам, что можно будет выступать на этих, на этом фестивале, естественно, у всех загорелись глаза, стали просить большего количества времени для тренировок. Ну, это же классно, это же здорово. Помимо соревнований, что еще предусмотрено в программе фестиваля? Ну, даже само название фестиваля, он говорится, культурно-спортивный, международный культурно-спортивный фестиваль, то есть огромная культурная программа, то есть различные шоу, водные шоу, огненные шоу, барабанные шоу, различные магниты. Там будет у нас и костюмированное шествие на САПах. В прошлом году мы проводили, очень всем понравилось, и сейчас вот, как бы, то же самое это мероприятие будет, но уже с другим акцентом, уже с другими костюмами. Я думаю, что очень зрителям это понравится. Также будет мисс регата, сейчас вот идет конкурс, кастинг, то есть девушки будут отбираться, тоже они там будут участвовать в различных мероприятиях. То есть много различных мероприятий. Будет проведена рыбалка, семейная рыбалка, это проект московский, то есть приедут с России в этот же день, 29-го, это у нас будет проходить. Поэтому пляжный футбол, пляжный волейбол, игры, развлечения, там шоу различные и с змеями, запускать змеи. Естественно, большой розыгрыш призов, то есть там тысячи призов будет традиционно, как у нас это проходит, очень много спортивного вентаря, оборудования. Ну, я думаю, что зрителям, помимо вот той изюминки гонки на драконах, будет чем заняться, чем что посмотреть и где отдохнуть. Я думаю, что массу положительных эмоций тот, кто приедет на канал, получит от этого вот грандиозного международного культурно-спортивного фестиваля. Вход для зрителей свободный. Сколько, вы предполагаете, их всего будет? И удастся ли всех разместить? Хватит ли места? Территория канала огромная, у нас три тысячи трибун, три тысячи мест на трибунах, но, естественно, там не все же будут сидеть, там, я думаю, что будет интересно посмотреть. Кто-то может сам поучаствовать в каком-то там развлечении, кто-то там в каком-то магните захочет поучаствовать, ребятишки там какие-то развлечения тоже самое могут на себе испытать. Места предостаточно, я думаю, что места всем хватит. Вход свободный, бесплатный. Добраться можно будет на канал с площади октября на автобусах, то есть будут ходить автобусы по кругу бесплатно абсолютно. Также можно доехать на электричке, будет платформа работать, то есть, пожалуйста, различные варианты, добраться до канала, я думаю, что проблем не возникнет никаких. Это уже не первый международный турнир по гребле для Барнаула, вот если сравнить его с предыдущими, чем он будет кардинально отличаться, на ваш взгляд? Ну да, у нас опыт уже огромный. В 2018 году у нас прошел Кубок чемпионов, в 2021 году этап Кубка мира, в 2023 Алтайская регата, Кубок братьев Агеев, Олимпийская чемпиона Рео-Постригая Александра Дьяченко. И вот 2024 год, это международный спортивный фестиваль. Ну, отличаться он будет кардинально именно спортивной программой. Спортивная программа, если раньше там были байдарки кануэ, потом у нас добавились драконы и добавились сапы к байдаркам кануэ. Теперь у нас только драконы. Во-первых, это интересно, зрелищно, я думаю, потому что командная борьба, командный дух, он всегда как бы очень интересен и нравится зрителям. Это одна история. Ну и большая, очень обширная будет культурная программа. Просто культурная. Все будет сделано для зрителя. То есть зритель может поболеть, попереживать, покричать за любимую команду, да вообще просто за спорт. И здесь же отдохнуть, насладиться различными развлечениями. Развлечений будет очень много. И сам зритель может в них поучаствовать. То есть и дети, и взрослые, и люди уже старшего возраста в этом сами могут лично поучаствовать. Мы надеемся, что погода будет замечательной. Поэтому различных шоу, помимо, я говорю, изюминки спорта, будет очень много. Вот то, что Барнаул стал регулярно проводить соревнования такого высокого уровня, вот на ваш взгляд, это как-то отражается на развитии самого города, края? Вот многие комментаторы пишут, что для нашего региона, мол, слишком затратны такие соревнования, зачем они нужны? Вот ваше мнение. Вообще, я считаю, что такие соревнования, они должны проходить не только по греблям, а другим видам спорта. Представьте, вот сейчас к нам приедут спортсмены из Юго-Восточной Азии. Ну кто когда мог предположить, что какая там Янма, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Камбоджа сюда бы приехали? Во-первых, кто знает, где Алтайский край из тех стран? Во-первых, это имидж города Барнаула, это имидж Алтайского края, это приедут руководители делегаций, приедут послы этих стран. Это и в дальнейшем экономические связи будут завязываться. Развитие деловых каких-то отношений. Деловых, естественно. Поэтому это, ну как, это имидж нашей региона, нашей страны. Юрий Владимирович, и в завершении интервью давайте подчеркнем, когда и где стартуют эти соревнования и почему их стоит посетить? Ну, стартуют они 29 и 30, два дня будут проходить на грибном канале города Барнаула. Посетить их однозначно нужно. Ну, во-первых, сейчас прекрасная погода. Во-вторых, там природа и вода. Вот сейчас посмотрите, там выходные, вокруг канала негде там яблоко упасть. А здесь надо прийти, просто бесплатно зайти, насладиться заездами, поучаствовать в каких-то розыгрышах. Ну, кто-то может на спортивном велике уехать, кто-то на САПе, кто-то может быть на машине. Вот же здорово и классно. Начало во сколько? 9.00 старты, я уже говорил, 9.00 уже старты заездов на Драконах. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня с Юрием Самсоненко, заместителем председателя Федерации гребли на Байдарках и кану Алтайского края, мы говорили о предстоящем международном фестивале, который пройдет на грибном канале в эти выходные 29-30 июня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok